Слуги народа в Украине никогда не отличались скромностью, словно на показе от кутюр. Они с гордостью выгуливали костюмы премиум брендов, невзначай засвечивали перед камерами свою дорогую обувь и аксессуары. Но в последнее время властемущие то и делают, что говорят об экономии. Интересно, экономят ли они сами? Так вот, наши журналисты решили узнать у украинских топ-политиков, где и во что те одеваются в кризисное время. Каких обычно одевались в бизнесе? Кажется в Ханхенде, вы что не знали? Сколько стоит повседневный прикид народного депутата? Разбирались секретные материалы. Эксклюзивные костюмы, аксессуары элитных брендов, обувь, цена которой в разы превышает размер официальной зарплаты народного депутата. Под куполом Верховной Рады собрались исключительные стиляги. Секретные материалы решили узнать, во что одеты первые лица политических партий. Мы обратились к украинскому дизайнеру Елене Голец, чтобы разобраться в депутатской моде. Это лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Его костюм сшит на заказ, предположительно, в итальянском ателье. Метод кроя вообще это кроя ателье. То есть видно, что это ручная работа. Но сам Бойко с мнением модельера не согласен. Какие хорошие одевались? Это же в секонд-хенде, вы что не знали? Интересно, в каком секонд-хенде продают заколки от дживанши, которые стоят не менее 200 евро? Его коллега по партии Александр Вилкул одет с иголочки. Посадка приближена к идеальной. У него везде тоже вспушка на пиджаке. Это значит, что пиджак достаточно хорошего уровня. Но отвечать на вопросы журналистов секретных материалов не собирается. Привет Коломойскому и Паше Губареву. Юрий Луценко из блока Петра Порошенко очень серьезный человек. Поэтому на наши, как ему кажется, несерьезные вопросы отвечает, как ему кажется, остроумно. А где вы обычно одеваетесь? Дома. И разглашать тайну стоимости костюма не собирается. Купует дружина, но больше вам ничего сказать не могу. Не думаю, что это вопрос искать. Жена Юрия Луценко Ирина, одна из главных модниц Верховной Рады, славится любовью к дорогим сумкам. В этот раз она пришла с сумкой Диор за 4750 евро. Сумки не единственная слабость Ирины Луценко. Это подвеска Шопард, выполненная из золота с бриллиантами. Цена такого украшения более 4000 долларов. А это туфли Лори Блю из новой коллекции за 465 евро. А вот еще один друг президента и член его партии – Игорь Каноненко. Он, как и многие депутаты, о том, где купил костюм, не помнит и вообще одевается во все старое. Ой, слушайте, сложный вопрос. Я в магазинах не был, наверное, года полтора. У меня как-то старые запасы. Оценив и другие костюмы Каноненко, эксперты утверждают, что депутат лукавит, так как Верховная Раде выгуливает костюмы последних коллекций премиум брендов. Это только хороший костюм. Великолепно втачен рукав. Скорее всего, что костюм был куплен не так давно или в этом сезоне. Народный депутат, не стесняясь, показывает часы у Лис Нардан за более чем 20 тысяч долларов. Пожалуйста, они уже полностью обошли весь интернет эти часы, так что я их не боюсь показывать. И, как принято отвечать у народных депутатов, Это подарок и, как бы, мои любимые часы. Нашлись среди депутатов и те, кто, по их словам, поддерживает отечественного производителя. Татьяна Черновол из Народного фронта утверждает, что всегда одевается в одной точке. А другие вещи в ее гардеробе утверждает Черновол и вовсе редкость. Неужели Татьяна Черновол совсем забыла о своей сумке «Донна Коран Нью-Йорк», цена которой превышает депутатскую зарплату? Некоторые политики не скрывают, где предпочитают одеваться. Например, Олег Березюк из партии «Самопомощь». Стоимость костюма, утверждает депутат, всего 100 долларов. Но дизайнеры оценивают костюм иначе. Шемер шерсть – это намного дороже качество, чем даже очень хорошая шерсть. Да и на сайте магазина подобных цен мы не увидели. За 50 долларов здесь пиджак не купить, даже на распродаже. Сергей Соболев из «Батькевщины» тоже любит похвастаться своим стилем и не скрывает любовь к дорогим вещам. Что сейчас у нас за костюм? Ральф Лауэр. Говорит, что купил костюм два года назад, а сейчас не может себе позволить ничего подобного. Сейчас бы я себе такого не позволил. Почему? Потому что, если вы знаете, заработка на праду народного депутата стала 4700. Народный депутат с улыбкой показывает свой iWatch. Цена часов от Apple стартует от 10 тысяч гривен. Как для депутатов Верховной Рады, это еще скромно. Олег Ляшко утверждает, что одевается где попало. Скажите, пожалуйста, вы как у вас одеваетесь? В Рисных, где придется. Лидер радикальной партии настолько открыт, что готов показать даже больше, чем надо. Слушайте, можно вам еще трусы показать? Не, не треба. Оценив внешний вид народных депутатов, дизайнер Елена Голец рассказывает, где могут одеваться слуги народа. Марку бренда вообще невозможно понимать. Ну, только как бы по крою. Но у них у всех был классический крой. То есть это могло быть. Это могла быть как фабрика Воронина, так и Харьковская и Львовская фабрика. Также это мог быть Корнеляни. Также это мог быть Бриони. Палзельери. Это однозначно не могла быть Исаия. Это не мог быть Китон. Стоимость костюма этих брендов в среднем составляет 2500 евро. Учитывая зарплату народного депутата, ему придется честно работать больше года, чтобы купить себе подобный костюм.